Всем привет, а с вами Арманиус, и добро пожаловать в первую серию нового летсплея The Sims 4 Веселимся Вместе. Кто не понимает, что сейчас происходит, то тогда посмотрите мой подкаст, там я объяснил, что случилось с моими сохранениями. Также прошу прощения за долгое отсутствие. Я, к сожалению, заболел, и с моим голосом творится что-то неладное, но мне сейчас стало легче уже, и я решил записать для вас новый летсплей, потому что уже роликов давно не было. Так, ну давайте будем знакомиться с нашими персонажами. Итак, вы сейчас видите перед собой Рэйчел. Как вы видите, она очень грустная. В её глазах столько отчаяния и муки. Короче, она очень грустная. Сейчас я вам объясню, почему она очень грустная. И для начала давайте мы рассмотрим её черты характера. Она у нас угрюмая, она у нас дружелюбная, книжный червь и мыслитель. Она у нас взрослый персонаж, и её жизненная цель это популярный автор. Также лингвисту неудачка. Короче, кто знает, что такое лингвист, напишите в комментариях, потому что я даже представить себе не могу. Наверное, что-то связано с книгами или с писательством. Короче, будет интересно узнать. И давайте я вам расскажу, что случилось. Возвращалась как-то наша Рэйчел домой. Возвращается, открывает дверь. И перед ней горит её муж. И она была в шоке. И она, к сожалению, не успела его спасти. Она пыталась его потушить, но, к сожалению, не смогла. И поэтому она очень себя сильно винит за это, что она не успела спасти своего мужа. Что она стала вдовой, что она... Ну, она, короче, очень любила своего мужа. И, к сожалению, теперь его нет. Кто хочет посмотреть скриншот, как погибал наш Ричард, то тогда заходите в группу. Там где-то внизу должен быть скриншот. Вот. К сожалению, вот теперь нет его в живых. И она единственная, кто видела это. И кто, к сожалению, не смогла спасти. Вот. Теперь давайте перейдём к её сыну Арти Майерс. Наверное, стены я уберу. Он тут смотрит на Кенди. Наверное, влюбился в неё. Они так на друг друга смотрят. Ладно. Так. Это у нас Арти Майерс. Он у нас подросток. И он, кстати, к счастью, наверное, не знает про смерть своего отца. И, как бы, Рэйчел, не знаю, будет рассказываться нам или нет. Но посмотрим, как будет развиваться дальше. Так. Он у нас танцмашина, инсайдер и общительный. Так. Что ещё вам показать? Главарь. Да. Выжденная цель – это главарь. И ему нужно вступить в клуб. Мы обязательно это сделаем. И я даже знаю, в какой клуб мы вступим. Я не буду создавать какой-то новый клуб. Моей фантазии, наверное, не хватит на это. Но вот. Короче, мы вступим в клуб Вертокруты. И это очень хитрый персонаж. Он любит веселиться. Он любит гулять везде. И он, короче, вступит в этот клуб. И свергнет этого Доминика, который является главарём в клубе. И он, короче, будет главарём в клубе Вертокруты. И это его клуб. И всё. Надеюсь, я вам всё объяснил. Кенди пришла поздравить нас с новосельем. Она принесла нам пирог. Изысканный фруктовый торт. Это даже не пирог. И давайте, наверное, я вам покажу дом. Этот дом находится в Винденбурге. Я его сам полностью обустроил. То есть, я внутри всё убрал и поставил всё своё. Кстати, у нас денег вообще нет. Вот, кстати, кухня. Да, это вот новый предмет, который был добавлен с этим дополнением. Это кофеварка или... Короче, мы здесь можем делать напитки. И думаю, что это очень интересно. Также вот эту штуку поставил тоже из этого дополнения. Вот такая вот у нас кухня. Время от времени у меня будет пропадать голос. И прошу меня за это простить. Так, что ещё вам показать? Вот, это у нас зал. Или гостиная. Ну, короче, как видите, здесь всё дёшево, да? Телевизор, ну, телевизор у нас плазменный. Так, телевизор. Это что у нас? Магнитофон. Серая система. Это уголок для нашей Рэйчел. Она здесь будет писать книги. Да, на компьютере. Короче, вот такое вот место, где она будет смотреть на картинку. И вдохновляться. Так что вот здесь вот есть у нас эти почтовые, почтовые, какая почтовая. Блин. Книжная полка. И давайте мы перейдём на второй этаж. Вот второй этаж. Здесь у нас аквариум. Это комната Арти. Это вот его комната. Сменить одежду. Вот. Вот такая вот комната получилась. Таких в синих тонах. Это комната наша Рэйчел. Вот такая вот комната. В голубых таких тонах. И... Это её столик. Здесь тоже картинка, на которую она будет смотреть всегда. Так же вот как только... Ну, короче, она решила спрятать урну себе в багаж. И... Чтобы об этом не узнал её сын, она не хочет его расстраивать. Наверное, она скажет, что отец их бросил или уехал куда-нибудь. Я не знаю. Ну, короче, придумаем что-нибудь. Надеюсь, что... Ну, наверное, Арти очень расстроится, что отца нет. Ну, рядом с ними. Но зато он не будет знать, что его нет вообще. Так. Ну, давайте, наверное, мы уже включим плей. И я хочу сейчас отправить нашу Рэйчел прогуляться. Поднять своё настроение как-то. Ну, просто прогуляться. Подышать свежим воздухом. И она, короче, наверняка продаст картины, которые здесь есть в городе. Они, как видите, уже нарисованы. Мы можем заработать на этом деньги. 228 миллионов. Качество хорошее. Так. Где-то здесь ещё должен быть мольберт. И надеюсь, что там... Да. Смотрите, здесь есть картина. Это, кстати, картина из... В поход. И сколько она стоит? 239. Ого. Великолепного качества. Блин, как нам повезло. Сейчас мы заработаем деньги. 400 миллионов. Даже, может, 500. Не знаю, сколько там получится. Так. Он тут играет в игры. Давай-ка ты наверняка... Давайте мы сразу вступим в клуб сейчас. А, мы не можем. Вот же стоит вертокрута. Давайте мы тогда с ней пообщаемся. Войдём в доверие. Спросим о карьере. Может быть, мы сможем вступить в её клуб. Но нам нужно для начала повысить навык, как я понял. Действия. Давайте мы включим серио-систему и будем с ней танцевать. Так. Поп-музыка. Кстати, теперь персонажи могут смотреть фильмы. Потому что... Вышел новый каталог. И, кстати, я тоже делал на него обзор. Если что, можете посмотреть. Исполнительница она. Ого. Так. Рассказать анекдот. Давайте расскажем анекдот. И давайте мы отправимся танцевать вместе с ней. Будем повышать навык. Очень классная песня. Я не помню, с какого это дополнения. Или каталога. Кажется, каталог... Этот... Роскошная вечеринка. Если не ошибаюсь. Вот ходит наша грустная Рэйчел. Пытается забыть все это. Но, к сожалению, этого не получится сделать. Она будет два дня скорбить. Но мы будем, короче, успокаивать себя возле зеркала. Она не должна показывать свою грусть своему сыну. Он не должен видеть ее такой. Потому что она не хочет портить... Портить им отношения и так далее. Так. Это у нас вот как раз-таки верток крутый. Он, кстати, еще в весельчиках, да? Ну, мы должны с ним подружиться, короче. Так. Давайте мы его, может, сюда пригласим. Может быть, он будет с нами танцевать. Ого, сколько тут персонажей. Смотрите. Тут Гангадзе пришли. А, нет. Это Ланграб. Вот Гангадзе. Так, ну хорошо. Давайте поприветствуем его дружески. Может быть, он к нам придет? Надеюсь, что придет. Да, ведь так? Да, он к нам бежит сейчас. Все, Рэйчел собрала... Ой, продала книги. Как видите, ей очень скучно. Пускай пообщается с кем-нибудь. Например... Вот это кто? Фрэнк Бишоп. Александр Гот. Весельчаки. Садовые гномы. Скрытные рыцари. Давайте с этим пускай поболтает. Приветствую дружески. Это кто у нас? Старик какой-то. Это что за мальчик в кустах ходит? Правда вообще в кустах. Так, это кто у нас? Не знаю. Спенсер Ким, да, ее зовут? Ого, они прям в кустах ходят? What the fuck? Это невозможно. Так, ну а можно удобрить? Нет, мы этого делать не будем. Она хочет пожаловаться на проблемы. Но, к сожалению, мы пока что этого сделать не можем. Так, ты что хочешь? Отправить сообщение? Нет, зачем? Вот он пришел, кстати. Я хотел, чтобы вы танцевали. Что? Ты не можешь? Почему? Ладно. Я не знаю, почему он не может танцевать. Давайте сюда поставим, друг. Ну-ка, теперь. Блин, ну... Он должен танцевать. Он должен развивать свой навык, чтобы вступить в вертокруты. Давай, Арти. Так. Все. Танцует. Давайте мы пригласим танцевать также и вот этих персонажей. Пригласить танцевать. И пригласить танцевать Кенди. Все. Танцуйте, развивайте навыки. Ты можешь как раз-таки подружиться с Домиником. Нам это понадобится. У меня что-то заплетается язык. Не знаю, почему. Может быть, из-за болезни. Кто знает. Так, рассказать анекдот про обезьян. Хвастаться нарядом. Что? Хвастаться чем? Нарядом. Ничего себе. Ну да, наряд у него, конечно же, классный. Так. Обсудить интересы. Тоже очень важно. Пакость клуба. Подать заявку в клуб? Ну, да. А, нет. Весельчаки нам не нужны. Все. Пускай они тут развлекаются. Пускай повышают навыки. У него уже есть... О! О! Офигеть! У него видеоигр, комедия, логика, обаяние и танцевальный навык. Когда он все успел, ребят? Я не помню, чтобы он все это развивал. Вообще не помню. Вот этот первый день сейчас только 3 часа. У него столько навыков. Офигеть! Как видите, у нее вообще нет навыков. Так, что они тут общаются? Она рассказывает о своих проблемах, нет? Ну-ка, давай-ка, пожалуйста, на проблемы. И сейчас мы наверняка вступим в клуб один. Это что-то симка. Марион Барлоу. Очень интересная симка. Что-то злая какая-то. Мне правда пора, спасибо... Что спасибо? За отличную компанию. До встречи. Что-то она уходит. Не знаю, почему. А что вы ругаетесь-то? Вам нужно подружиться, а не ругаться. Рассказать историю об организации, давайте. Похвастаемся опять нарядом. Узнать, как прошел день. Давайте мы будем рассказывать веселые какие-нибудь анекдоты. Он должен войти в доверие, он должен подружиться. А потом раз скажет, типа, ну-ка давай-ка выходи из клуба, и все. А он тут такой радостный танцует. Ты еще не знаешь, что тебя ждет. Доминик, все, мы тебя свергнем, у тебя не будет своего клуба. Спросите карьере. Пошелить шокером. Нет. Жаловаться на родителей. Зачем? У тебя просто отличные родители, ты не должен на них жаловаться. Ну, да, короче, ладно. Так. Рэйчел пришла домой, и до сих пор она грустит. Она хочет высказаться. Может, выплакаться все-таки. А? Давайте мы наверняка уже будем вступать в клуб. Она будет в клубе Аванархисты. Нравится обсуждать нюансы литературных произведений. Нужна помощь домашним заданиям. Вот нам как раз таки она не нужна. Или, может, вы просто не знаете, куда податься. Вполне возможно, вам подойдет клуб Аванархисты. Давайте посмотрим. Правил вступления нет. Читать книги нам нужно. Делать домашние задания. Играть в видеоигры. Пить кофе. Кстати, вот играть в видеоигры нам не нужны. И писать. Да, это как раз таки вот все, что нам нужно делать. Давайте мы попросим пригласить. Так, что нам? Звонит Майки какая-то. Так, Майки Хас. Да, ждите с минуты на минуту. Все, мы прибыли в кофейню Южная площадь. И нам тут пишут. Начинаем собрание клуба. Рэйчел должна произвести хорошее впечатление на членов клуба Аванархисты, которые находятся на собрании. Она должна общаться с членами клуба. И если все пойдет хорошо, подать заявку о вступлении в клуб Аванархисты. Так, хорошо. Мы попробуем с ними подружиться. Попробуем вступить в клуб. Надеюсь, что у нас все получится. Итак, давайте познакомимся с главой клуба. Ее зовут Майки Хас. Так, это кто у нас? Юки Бер. Это, кстати, подросток. Мне кажется, отличная пара для нашего... Этого... Арти. Пускай он развивает навык какой-нибудь, нельзя? Пускай общается тогда. С Кенди, например. Да. О, сюда пришел Доминик. И мне кажется, что тогда давайте мы сюда его пригласим тоже. О, а почему он игривый? Смешной разговор. Давай-ка ты познакомишься с этой... С Юки. Так, предположим, что... Ему позвонила Рэйчел, сказала тут вон... Как раз таки... Тот персонаж, который тебе понравится. Ну, короче, она нашла ему девушку. Вот так можно сказать. И давай-ка знакомься. Че ты стоишь? Я же тебе сказал знакомиться. Приветствуй дружески. Так... Все, она тут дружится. Просить совета. Давайте попросим совета. Надеюсь, что они примут нас. Отправить грустное сообщение. Говорить про клубов-анархистов. Давайте поговорим о клубе, скажем. Вот. Нам очень нравится ваш клуб. Пожалуйста. Давайте, примите нас туда. Обсудить интересы. Я думаю, что у них общие интересы есть. Так как они... Ну, оба любят читать книги. И нам нужно на этом еще зарабатывать. И наверняка она даже устроится на работу. Ведь кто-то должен... Работать. Потому что... Арти как раз таки не будет этим заниматься. Он, кстати, в школу еще ходит. Он просто великолепен. Ну да, мы тоже так думаем. Узнать лучше. Вот тут какая-то симка ходит. Это эти, раскольники, да? Часть какая-то злая. Сплетничать. Скептик. Скептик. Ну, думаю, что это так понятно. Книжный червь. О, какая романтика. О чем я? Стоп. Клубы. Подать заявку. Давайте подадим заявку. Надеюсь, что она примет. Так, а тут как раз таки... О, ты можешь руки. А где Юки? Ты должен познакомиться с Юки. Ты же познакомился? А, говорить про клуб Аванархисты. Давайте поговорим. Обсуждать последнюю вечеринку. Которой как раз таки и не было. Да, все. Мы в клубе Аванархисты, ребят. Как это круто. Так, стоп. Я хочу посмотреть теперь. У нас есть 105 баллов. Я хочу посмотреть. Здесь есть какая-либо атмосфера, которая... Да. Усиление навыка писательства. Это повысит скорость, в которой ваш персонаж осваивает навык писательства, находясь на собрании клуба. Ого. Ускорение выполнения домашнего... Нет, это не то. Это нам не нужно. Все, здесь больше ничего нет? Получается, у нас только будет повышаться быстрое писательство. И как раз таки я это и хотел. Так. Популярный клуб. Хм. Нет. Ну, по идее, этот клуб не такой уж популярный должен быть. Это как бы обычный клуб. И не знаю, будем ли мы становиться главой. Короче, посмотрим, что как будет. Ну, раз мы пришли сюда, у нас тут есть секретное место, где могут находиться только Аванархисты. И... Да, мы можем сюда войти, по идее. И давайте мы будем писать книгу прямо здесь. Это будет побыстрее развивать наш навык. Кстати, она голодная. Арти, давай-ка ты наверняка закажешь еду для своей матери. Здесь, давайте здесь. Булочку давайте возьмем. Думаю, для матери это нормально. Булочку она наверняка съест. Так, а где Юки? Юки тут сидит читать книгу, да? Синий башмак, сказка про забытые вещи. Думаю, отличная сказка. Детям будет интересно читать. Юки очень довольно-таки интересный персонаж. И я думаю, что она отлично подойдет нашему... Этому... Как его зовут? Арти? Ну, короче, посмотрим, ребят. Я еще не знаю. Но пускай пока что общаются. Смотрите, как быстро навык повышается. Офигеть! Вообще быстро. Это очень круто. Так, в окружении друзей. У тебя уже друзья есть? Откуда? Ого! Это Доминик. Да. Одиночка. Вон, одиночка. Сплетничать. Дать счетливую по счете, но что... Мы это точно делать не будем. Поделиться фотографиями какими-то. Давайте поделимся. Отправить игривое сообщение. Давайте отправим. Мы не можем? А, ну потому что здесь. Надоедать. А сказать забавную историю давайте расскажем. Здесь, кстати, такое плохое освещение. Мне не нравится освещение здесь. Или на улице уже темно. Да, на улице уже тоже темно. Смотрите, здесь есть картина. Которую не дорисовали. Она же дорисует, мы ее продадим. Вот такие вот мы. Коварные, злые. И хитрые наверняка. Ну-ка, там вот, где-то там еще есть. Мольберт наверняка где-то здесь, кажется, да? Да, ну тут еще никто ничего не рисовал. Рэйчел теперь может публиковать свои книги. Ого. Ну да, это здорово. Так. Что ты еще пишешь книгу? Знакомься с этим персонажем. Хьюга. Важные сухари. Да, видно, что этот персонаж очень много кушает. Узнать лучше. Ну, познакомься. Обсудить любимых писателей. Жаловаться на проблемы. Как громко разговаривают персонажи. Ого, сколько тут персонажей. Офигеть. Ты знакомишься с ней? А почему-то здесь есть какая-нибудь серия-система. Нет? А где? Где музыка? Мне нужна музыка. Неужели нету? Офигеть. И где нам музыку брать теперь? Смотрите, здесь нет ни единого этого. Ну и теперь, к сожалению, персонаж у нас не сможет танцевать здесь. Ведь так? Да, не сможет он танцевать. А ты заказал булочку? Где булочка? Мы ведь деньги заплатили. Куда он булочку поставил? Или он не заказал? Или что? Где булочка? Заказать еду. Здесь. Булочка, давай. Что-то пошло не так, видимо. И булочка не взялась. А откуда они берут книги? Ведь книжный шкаф только здесь. Без понятия, ребят. Откуда они берут книги? Это ведь... Нет, здесь книг нету. Они наверняка свои книги приносят с собой. И да. Так, а где Доминик? Доминик, видимо, уже ушёл. А то... Эту картину дорисовали уже? Да, дорисовали. 296 миллионов. Как круто. Как видите, у нас халявные деньги. Точнее, семиллионы. Так. Очень грустная. Поболтать с Хьюка. И она будет... Эту урну прятать всю жизнь наверняка. И вряд ли её вытащит. Ну, посмотрим. О, это подросток, что ли? Это подросток! Я думал, это взрослый персонаж. Вот реально думал, взрослый персонаж. А это, оказывается, подросток. Офигеть. Потому что я узнал это, смотря на его домашнюю работу. Кстати, а вот... Эта. Кто она? Девка. Ну, не девка, а женщина. Майке Хас. Она у нас неизвестна. Где она? Она должна быть где-то здесь. Она у нас... Молодой персонаж. Что, кстати, о ней тоже не скажешь. 192. Давайте мы наверняка купим... Какое-нибудь рукопожатие. Вот такое, наверное. Всё. Так. Арти. Давай-ка дальше знакомься с ней. Возможно, даже спроси про пару. Если пара. О, видимо, он с ней нашёл общий язык. Убедить покинуть клубов анархиста? Зачем? Нет, это нам не нужно. Нам бы сейчас повысить навык танцев. И потом... Повступить в клуб вертокруты. Наверняка мы это сделаем уже в следующей серии. Да. Мне уже, к сожалению, пора заканчивать серию. Надеюсь, она вам понравилась. Кстати, а где булочка? Это наша булочка. Смотрите, нам и кофе дали, и булочку дали. А кто хочет есть в Краусан? Стоп! Я же мог забрать! Эй, нет. Выпить. Смотри, сейчас он возьмёт чужой... Чужой кофе. За который мы не платили. Ну-ка, поставь. О! Я же мог перетащить его, нет? Да чё? Чё никто не берёт? Возьми, я же разрешаю. Нет, видимо, это не для нас. И поэтому мы... Не можем взять. Смотрите, какая симка интересная. Джен Хедли. А, ну... Да, это была Гангадзе. И чё-то вот нашу булочку наверняка кто-то ворует здесь. Кто-то хитрый такой ходит и булочку нашу ворует. Да, интересно, кто это. Краусан. Это что было? Теперь мы не узнаем, кто своровал. Но мне кажется, что вот это вот. Девушка. Да, наверняка она своровала нашу булочку. Ну, короче, не знаю, ребят. Хотя деньги не истратились. Ладно. Всё, ребят, мне понрав... Понравилось? Не, стоп. Мне уже пора заканчивать серию. Надеюсь, она вам понравилась. Не забывайте подписываться на канал, вступать в группу ВКонтакте. Также... Что ещё? Ну и всё, да. Пойди и всё. Всё. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok